На 101FM программы интервью. Меня зовут Юлия Афанасьева. У меня сегодня в гостях доктор экономических наук, профессор, научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Сергеевич Автономов. Владимир Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. Я думаю, стоит оговориться, что Владимир Сергеевич приехал в Киров по приглашению Кировского экономико-правового лицея и Вяткобанка на лицейский экономический форум, который проходил в Кирове два дня, 18 и 19 октября. Вы разговаривали со школьниками об экономическом будущем нашей страны, об экономическом образовании, о том, что же им делать дальше, уезжать в Киров, оставаться, о том, как они себя вообще видят в современном мире. Я хочу сказать, что я сама училась по вашим учебникам, поэтому я сегодня так с придыханием на вас смотрю. Ну, вот вы знаете, все-таки начать наш сегодняшний разговор хотелось бы с истории, которая сейчас активно обсуждается в СМИ и в соцсетях о выдвижении Ксении Собчак в президенты Российской Федерации. Вот как вы это оцениваете? Она заявила, что готова выставить свою кандидатуру. Ну, вы знаете, я, конечно, не политолог, но свое мнение на этот счет у меня есть. Это не то чтобы спойлер, но какой-то человек для оживляжа приданной избирательной кампании. Ну, ясно, что когда этот квартет Крыловский в виде Зюганова, Жавиновского, Явлинского сядет и исполнит очередной раз, то это просто может народ отвадить от избирательных участков, и очевидно, что власть этого не хочет. Хочет как-то оживить. Но я думаю, что Ксения, в общем, неплохой кандидат для оживляжа. Вот, как говорят политологи, чтобы привлечь молодежную аудиторию на избирательные участки. Например, да. Ну, почему бы и нет. Я думаю, что если вот действительно останется прежний набор, и нам всем хорошо известный, плюс Ксения Собчак, я думаю, что у Ксении есть некоторые шансы получить некоторое количество процентов. Ну, там, пять, я не знаю. А вот скажите, как вы думаете, она действительно приведет на избирательные участки молодежь? Вы каждый день общаетесь с молодыми ребятами, там, от 18 до 23, 25, с умными ребятами, с которыми, наверное, там, можно связать экономическое будущее нашей страны. Им вообще политика интересна? Вы знаете, да. И я должен вам сказать, что было время, когда они не очень этим всем интересовались. Интересовались в основном, как им в жизни преуспеть, как им не пропасть. Но чем дальше, тем больше они интересуются, они слушают, они, когда я говорю на такие острые темы, сразу все затихают и внимательно начинают. А это вот, например, на какие темы затихают? Ну, вот, например, о том, насколько у нас разумная экономическая политика, насколько у нас разумная внешняя политика, шви с экономической политикой и так далее. Ну, сразу все. Ну, вот, я думаю, что ушкинская аудитория Ксения больших шансов не имеет. Почему? Они слишком умные? В общем, да. В общем, да. Они в основном, да, ребята те, которые привыкли думать сами, а не то, что им скажут по телевизору, а не то, что им напишут в каких-то таких популярных изданиях. И они, в общем, они по-разному у нас, разные у нас ребята. Но вот думать мы их все-таки приучаем. Вы знаете, это основной принцип нашего вуза, что ребенок должен думать сам, должен учиться сам, а мы ему предоставляем различные точки зрения. У нас в вышке тоже есть разные точки зрения среди преподавателей, и мы не преследуем инакомыслие. Нас многие считают таким сверхлиберальным университетом, пожалуй, да, это на большинство нас такие. Но есть у нас и марксисты, и коммунисты. Тоже они имеют право голоса, если они специалисты в своей области. Ну, почему нет? А вот вы сказали, что молодые ребята, в принципе, уже интересуются политикой. А что они об этом всем думают? Вы знаете, вот разговоров о политике у меня с ними не было. Ну, что можно сказать? Вот, например, любопытная была история, когда у меня был такой научный семинар со студентами. Например, интерес к Марксу. Вот сейчас 200 лет всюду в мире интерес оживился. Ребята наши стали интересоваться Марксом уже вот где-то года три назад. Я думаю, это все и с тем, что все-таки Маркс изначально это революционный мыслитель, который статус-кво хотел изменить, хотел преобразовать в лучшую сторону. Я думаю, что это привлекает детей. Хорошо. А какие у них настроения в плане их будущего? Им интересно остаться в России? Или, наоборот, они все стремятся уехать отсюда? Вы знаете, вот у нас вчера было на форуме в Кэпле голосование, кто хочет остаться в Кирове. Светлана Занькоева провела. Ни одного человека не нашлось, кто хотел бы остаться в Кирове. Ну, в общем, я к этому отношусь спокойно. Не знаю, относится ли это к этому спокойная администрация области. По-моему, нет. Потому что, как мне стало известно, школы кировские рейтингуют на основе того, сколько выпускников останется в регионе. Но это смешно. Это, вы знаете, такое крепостничество. Конечно, видимо, трудно от него отделаться в наши дни. Но мы уже должны жить по-другому. Вот как делаем мы в вышке? Если вам интересно, могу немножко рассказать. Да, интересно. Значит, мы поняли, мы тоже переживали, что наши бакалавры не остаются в нашей магистратуре. Мы создали магистратуру, а они туда не идут. А потом мы поняли, что на самом деле мы должны с этим смириться, благословить их, сказать, ребята, поезжайте в Стэнфорд, поезжайте в Лондонскую школу экономики. В магистратуре там интереснее, там учат лучше, чем мы. Мы должны это признать пока. Ну и к тому же там есть, где устроиться тем ребятам, которые, например, наукой хотят заниматься. Наукой у нас, к сожалению, в стране пока место неблагоприятное для тех, кто хочет заниматься наукой. А на Западе лучше. Потом есть надежда, что кто-то из них к нам вернется. Мы, например, стали набирать преподавателей на так называемых открытых конкурсах. И к нам на работу приходят русские ребята, девушки, которые окончили университет в Америке. Защитились, получили PHD и вернулись в Россию преподавать. Вот мы их приглашаем у нас преподавать. Даем вам очень хорошую зарплату. Я вам скажу, что эта зарплата сравнима или больше, чем у декана или у руководителя факультета. Потому что мы хотим, чтобы эти ребята, эти перспективные молодые ученые у нас закрепились. И три года создаем для них хорошие условия. Большая зарплата, небольшая нагрузка. Могут участвовать в конференции, ездить на рубежные за счет университета и так далее. Но через три года будем с них строго спрашивать. А где твои, дружок, публикации в ведущих журналах? Ах, нет публикации? Ну, тогда придется расставаться. А в чем мотивация ребят, которые отучились в Штатах или в Англии, возвращаться в Россию? Вы знаете, разное. Довольно часто это семейное. То есть остались родители. Очень сильные ребята приезжают, которых вот должны как-то так поддержать. Кто-то просто некомфортно себя чувствует в Америке. Есть и такие. Хочется в Россию вернуться в Россию и работать. Да, некоторое время назад в России было легче сделать карьеру, чем, например, на том же Западе, быстрее. Там пока пройдет все эти этажи бюрократической лестницы, пройдет довольно долго времени. А у нас хороших ребят быстро, быстро эту карьеру свою делали. Например, наши выпускники некоторые вышкинские, они сейчас уже партнеры там в Эрнстенд-Янге, еще где-то. Нигде бы, если бы они это делали на Западе, они бы не добрались до таких высот. Ну да, наверное, в России они более конкурентоспособны. Да, и тут быстрее все идет, но последние года два-три в связи с кризисом все стало хуже. Вот знаете, когда я заканчивала экономико-правовой лицей, училась я в математическом классе, тогда у нас просто был бум на юристов, экономистов, финансистов. Сейчас вообще нужны экономисты? Это популярная профессия, популярная специальность? Специальность популярная. Значит, а нужны ли? Хорошие нужны. Те, которые способны творчески работать, нужны безусловно. Простые, так сказать, экономисты, имеющие диплом экономиста, уже иногда и не нужны, потому что, ну, таких перепроизвели. Сейчас их могут заменить компьютером или там еще каким-нибудь умным устройством, которое будет спрашивать у клиента, что ему нужно, и выдавать ему кредит. Ну, в принципе, ну, мы знаем, что вот и в банках такое бывает, и новая техника внедряется. Но люди, которые умеют применять голову к нестандартной ситуации, нужны точно, и нужны будут еще, всегда будут, но они нужны. Поэтому мы вот говорим нашим студентам, нашим амбитуриентам, что наши выпускники могут не опасаться. Они будут нужны, потому что мы стараемся учить их думать, учить их экономическому мышлению. Я так понимаю, что, в принципе, все региональные вузы, экономические факультеты могут закрыть, оставить вот Вышку, МГУ, МГИМО? Ну, вы знаете, во-первых, есть хорошая региональная и региональная рознь. Вот есть тот же Новосибирский государственный университет. Так. И оттуда ребята к нам поступают в магистратуру, хорошие ребята. То есть там по-прежнему какая-то традиция сохраняется, которая еще идет от Академгородка, от связи экономики и от связи науки и образования. И оттуда хороший очень приток. Так что по городам я, может быть, даже и не стал бы. В Москве есть много вузов, которые, может быть, и можно было бы закрыть. Вот мы живем в такую эпоху, очень интересную. Блокчейна, биткоина, бигдата. Границы государств стираются, везде царит интернет. Герман Грефт уже недавно сказал, что юристы скоро будут не нужны. Искусственный интеллект их заменит. А вот профессии, ну вот ближайших пяти лет, например, которые будут востребованы, это какие? Трудно, вы знаете, за рынок труда очень трудно, очень трудно его прогнозировать. Я вообще не люблю прогнозировать, особенно в этой области. Какие профессии? Ну, безусловно, очень будут нужны все, что связано с биологией. С биологией, с этими самыми геномами, со всей этой вот петрушкой. Я это знаю, потому что насколько сейчас идет в рост вот эта вот самая тематика. Даже в области, в которой я представляю экономические науки, вот получилось серьезное развитие нейроэкономика, да? Где изучают поведение экономических агентов с помощью сканеров. Когда смотрят, какой участок мозга работает, из этого ясно. Думаете ли вы, когда принимаете решение, или по инерции действуете? Это все вам прибор покажет. И у нас работал профессор, который этим занимался, этими экспериментами. И у нас психологический факультет тоже вот вокруг этого нейроэкономики работает. Так что я думаю, что вот это точно пойдет, точно пойдет в рост. А программисты, разработчики? Ну, это всегда, это всегда в цене, всегда в цене. Я знаю, что наши программисты очень во многих западных центрах, университетах, хорошо знаю, работают и пользуются спросом. Так что здесь, я думаю, кризиса ждать нечего. Что касается хороших инженеров, на самом деле тоже. Так, ну что же, вот мы с вами определили, да, биология, нейроэкономика, инженерия, разработчики вместе с программистами. Вот четыре профессии будущего. Можем еще продолжить, да. Преподаватели, я думаю, будут нужны. Хорошие. Хорошие преподаватели, безусловно. С магистратурой американской. С магистратурой, да. И преподаватели, исследователи, вот так вот скажем. Те, которые сами ведут исследования. Вот в магистратуре у нас ведь учат не по учебникам, по крайней мере, у нас так учат. У нас учат по авторским статьям, по статьям ведущих экономистов, там, нобелевских лауреатов и так далее. Естественно, на английском языке. И если ты сам исследования не ведешь, тебе довольно трудно выучить твоего студента, как вести исследования. А с этим у нас еще на самом деле проблемы есть. Потому что наше исследовательское сообщество, оно постихоньку догоняет, догоняет разрыв, который у него есть с мировым. За 70 лет образовался. Но это сразу не нагонишь. Я думаю, что вот в этом месте мы прервемся на небольшой перерыв. Я напомню, что разговариваем мы сегодня с Владимиром Автономовым, научным руководителем факультета экономических наук Высшей школы экономики, доктором экономических наук, профессором. На небольшую паузу уходим и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это программа интервью. Я напомню, мы сегодня разговариваем с Владимиром Сергеевичем Автономовым, доктором экономических наук, профессором, научным руководителем факультета экономических наук Высшей школы экономики и членом-корреспондентом Российской академии наук, автором всевозможных учебников по экономтеории, по экономике. Давайте продолжим. Наверное, про высшее образование немного. Давайте. Многие иностранные институты сейчас практикуют дистанционное обучение. Можно находиться в Кирове, онлайн учиться в каком-нибудь Стэнфорде или в Сарбонне, на выходе получить диплом престижного европейского вуза. Как российские вузы будут бороться за студента в таких условиях? Вы знаете, мы решили опередить, так сказать, нашего врага и внедриться в его ряды. Наша вышка одной из первых включилась как раз в проект Курсера, который на базе Стэнфорда базируется. Мы сами записали курсы. Я вот записал курсы истории экономических учений со своими коллегами на Курсере. Ну, какой опыт? Я сначала расскажу про свой опыт, а потом про то, как к студентам к этому относятся. Довольно трудно читать курс, глядя на оператора, а не на студентов. Не в живые глаза, да? Вы знаете, да, для меня очень важная аудитория. Вот я смотрю, когда вот на ребят в Кирово-Чапецкой гимназии и вижу, как они на меня смотрят, я понимаю, что я говорю то, что им интересно. Когда я смотрю на оператора, который на меня скучающе смотрит и заботит только то, чтобы я не вышел за рамки кадра, то это достаточно-достаточно трудно. Ну и кроме того, в таком формате всего не скажешь. То есть наши курсеровские тексты пользуются спросом, статистика у нас есть, но наших студентов мы учим лучше, вживую. Но этот формат, вот курсы дистантные, у нас внедряется. У нас каждый факультет обязан, ну, как у нас, без директивного подхода, каждый факультет обязан включить в свой учебный план какой-нибудь курс дистантный. Это может быть курсера, это может быть какие-то ходы в каком-то российского университета и так далее. Ну, вот таким образом мы, так сказать, заботимся о том, чтобы знания ценные, которые есть везде, до наших ребят доходили. Это очень хорошо как дополнение. Я бы заменять этим форматом живой контакт преподавателя со студентом не стал. Потому что этот контакт, он важен очень и студенту, и преподавателю. Вот в этом году я несколько раз, возвращаясь с занятий с очень сильной группой, понимал, что они сегодня меня спросили о том, о чем я еще сам не думал. А надо бы. А привезите пример. Ну, я не помню уже. Тематика была моя специфическая. И вопросы были тоже связаны там с историей экономической мысли. Я им рассказывал, это был такой специальный курс, я им там читал четыре лекции, посвященные моим собственным, так сказать, изысканиям. Вот последние мои четыре статьи, начиная с 2013 года, я им рассказывал про эти статьи. Ну, это новая литература, она еще не совсем осмысленная, не совсем еще отстоялась. И любая критика, любой отзыв, он интересен. Во-первых, это им интересно. Они видят, что это горячие пирожки. Это не учебник там 50-го, 60-го года, как у нас разговор был, что экономику иногда читают по старым учебникам. Мы стараемся читать по-новому. Вот чтобы научные наши изыскания, они немедленно шли в работу. — Хорошо. Как вы относитесь к человеку, который тоже называет себя экономистом, бизнесменом, Дмитрию Потапенко? — Дмитрию Потапенко с уважением отношусь. Я когда-то познакомился с ним, как и вся страна, после того, как он нам задавал вопросы важным сановникам и чиновникам. Я думаю, то, что он рассказывает про живой и действующий бизнес, это очень важно. Потому что условия для нас, честно говоря, для бизнеса не очень в стране хороши. Это и эти вот условия со стороны, как экономисты говорят, транзакционных издержек, правовая система, безусловно, никуда не годная система, так сказать, государственного управления и так далее. Но есть люди, которые, несмотря на это все, все равно что-то затевает, у них получается. Мне кажется, этот опыт обязательно должен быть транслирован. Просто хотя бы для того, чтобы другие люди подумали, что все-таки можно. А что, если попробовать? Вот мне кажется, что Дмитрий Потапенко изыскивает этих людей, приводит их на Эхо Москвы в эту самую программу «Курс Потапенко». — «Курс Потапенко». — Да, и мне кажется, что это очень полезно. Вот вы знаете, он тоже был у нас в студии, мы тоже с ним разговаривали о будущем нашей страны. И я хотела как раз с вами обсудить пару его убеждений. Когда спрашиваешь его, что же нас ждет дальше, он говорит, что экономика России будет падать, причем впадение будет ускоряться. И к 2019 году в стране уже будет все очень плохо, там сожгут все резервы. Вот вы с этим согласны? — Не могу сказать, что я совсем согласен. То есть есть у нас, безусловно, серьезные проблемы для устойчивого роста. В основном связанные с инвестициями. И тут он, безусловно, прав. Вкладывать деньги на большой срок можно только в предсказуемой среде, где правила не поменяются завтра, где вас не взыщут по новому закону то, что вы неправильно сделали позавчера. Вот это категорически не должно быть, если вы стремитесь создать условия для бизнеса. Вот говорят, что, ах, Китай, как хорошо, вот как он хорошо растет. Там, наверное, от того, что там коммунисты у власти. Не от того, что там коммунисты у власти. Потому что там стараются не менять правила. Довольно долго стараются не менять правила. И, в общем, страна немножко, я там был пока всего один раз, но впечатление осталось сильное. Страна, которая стремится переходить все-таки речку по камешкам, а не сигать, не знаю, оборудовую воду. Вот, поэтому, что касается правил, это, безусловно, так. И для инвестиций пока это плохо. Второе плохо, это связано, конечно, с нашими нефтяными и газовыми перспективами. Если мы и дальше будем продолжать опираться только на экспорт энергоресурсов, да, мы действительно придем к будущему, который нам Потапенко предрекает. Потому что наша нефть уходит все дальше на север, уходит в Арктику, в те места, где добывать ее крайне дорого. А с другой стороны, те же Соединенные Штаты Америки совершенствуют технологии извлечения нефти из ланцевых песков. Эти технологии совершенствуются. Вот был великий экономист Альфред Маршалл. Его все наши экономисты, все мировые экономисты считают как бы отцом отчасти экономической навыки. И Альфред Маршалл сказал, что для отраслей, где самую большую роль играют природные факторы, характерна убывающая отдача. То есть, чем больше вы будете туда вкладывать, тем меньше вы будете в итоге получать, в конце концов. А для областей, где главным фактором является человеческая деятельность, творчество, характерно возрастающая отдача. Вот если мы сможем сделать ставку на человеческий фактор реально, а не на словах. Не просто призывать к цифровой экономике и к чему-то, а сделать так, чтобы людям, которые могут эту цифровую экономику развить, хотелось остаться в нашей стране или приехать в нашу страну еще лучше, получив образование в Америке. Вот тогда есть шанс. Очевидно, что со Сколковым этот шанс не сработал. Потому что Сколковым осталось каким-то заповедником, где созданы особые правила, а в стране другие правила. Ну и что? Это, знаете, как история со свободой слова и эхом Москвы. Но у нас же есть эхо Москвы. Так что вроде бы и свободы слова тоже есть. Еще можно новую газету почитать. Да, новую газету еще можно управлять. Кстати, я обратил внимание, что Киров в этом смысле передовой город. Там в поезде «Вятка» кладут новую газету. И первый случай, когда я встречал, новую газету кладут в купе. Вот просто РЖД кладет. Это, видимо, от того, что люди из Кирова, они читают новую газету. Это очень приятно. Ну, а вот про человеческие ресурсы, про то, чтобы ребята к нам возвращались или не уезжали. Что для этого нужно сделать? Вы знаете, вот очень интересно. Был как раз разговор. Опять спасибо Светлане Занько. Она устроила такой мини-опрос среди школьников Кэпла. А в каком его городе, собственно говоря, хотели жить? Любопытно, что все ребята, которые давали ответ на этот вопрос, сказали, мы хотим жить в том городе, в котором жители имеют право голоса. Это где-то не в России, мне кажется. Вот один из ребят из Кирово-Чапецкой гимназии сказал, что он такое место знает. Это совхоз имени Ленина в Подмосковье. Я много раз проезжал мимо совхоза имени Ленина. Это на границе Москвы. Я не знаю, что там внутри делается, но ему виднее, если он имеет какая-то дополнительная информация. Может быть, там какой-то глава управы хороший, который реагирует на инициативы людей. Но да, и поэтому все они хотят куда-то в какие-то другие города. Дальше следовали другие условия. Ну, понятно, культурные, возможности профессионального роста. Даже никто особенно про деньги-то даже и не говорил. Вчера, насколько я помню. И мне понравились такие ответы. Ну, это, наверное, взаимосвязанная история. Будет профессиональный рост, будут деньги. Да, совершенно правильно. Именно так вопрос надо ставить. Я всегда говорю ребятам, что ради бога не выбирайте вы выгодных профессий из-за того, что они выгодные. Смотрите, что вам интересно. А потом уже в том, что вам интересно, смотрите, что выгодно. Потому что иначе и не будет у вас хорошего, надежного будущего. Чтобы потом не было мучительно больно. Да, потом будет и больно, и скучно, и захочется уйти куда-нибудь. Кстати, многие есть ребята, наши выпускники, которые идут в бизнес, работают там на износ. Потом говорят, нет, не хотим. Мы хотим лучше самосовершенствоваться. Лучше мы попреподаем у вас, например. Лучше снизим там нагрузку. Перейдем в какое-нибудь место с меньшей зарплатой и с меньшей нагрузкой. Это нормально. Это нормально. Люди это сами выбирают. А вот про экономическую политику. Я когда готовилась к нашему с вами эфиру, прочитала статью о том, что большинство российских граждан не понимает экономическую политику государства. Ну, то есть, в принципе, не понимает, что там делается. А если бы вас попросили, допустим, в пяти тезисах, охарактеризовать российскую экономическую политику, вот что бы вы сказали? Я бы, наверное, сказал, что реально у нас существует только краткосрочная политика. Долгосрочная есть на бумаге. Пишутся программы. Сначала до 2020 года, потом до 2025, потом до 2030. Но никто особенно не заботится, чтобы их выполнять. Это все как бы спрашивают, ну, найдите, получайте эту самую программу. Но для того, чтобы вот такую долгосрочную программу выполнять, надо именно изменять что-то, как в анекдоте говорят, что-то менять систему. Менять что-то такое в правовой системе, прежде всего. Прежде всего, вот в системе управления нашего. Менять такую излишнюю централизацию. Давать больше людям свободы. Вот сейчас, понимаете, ситуация стала такая, что раньше была свобода, не было денег в 90-е годы. Помню хорошо этот период. Затем стало много денег, свободы стало меньше. А теперь ни свобода, ни денег нет. Вот так не пройдет. Вот тут вот роста не будет. Давайте либо то, либо другое. Если у вас нет денег, если вашу нефть не покупают, дайте свободы больше. Дайте свободы регионам, дайте свободы предприятиям, вузам. Не мучайте их проверками, судами, инспекциями, прокуратурами и всем прочим. Удивительно. Я думала, что вы будете говорить про выпуск денег, ну, про что-то такое более глобальное. Вы знаете, а выпуск денег относится к краткосрочной политике. Краткосрочная политика у нас есть. Есть. Вот это у нас есть. И, в общем, даже не такая уж плохая, на мой взгляд. Я не профессионал по экономической политике, особенно по финансовой политике. Но мне кажется, то, что делает, например, Центральный банк, но он делает неплохо. Многие его критикуют, особенно уважаемый мной Сергей Алексашенко. Но он был раньше начальником в Центробанке. И понятно, что им очень трудно смириться с этим. Конечно, там что-то они делают не так, не доделывают. Но мне кажется, что по сравнению с предыдущим периодом, когда мы, скажем, про Центробанк вообще ничего не слышали, они начали все-таки функцию надзора осуществлять. Начали лицензию банков отзывать. Поздно, да. Не слишком на ранних стадиях все это работает. Но все-таки какая-то санация происходит. Но это правильно. В общем-то, с инфляцией тоже удается справиться, вообще-то говоря. Но Центробанк, он, собственно, за это и должен отвечать. Это его участок. Он за экономический рост не отвечает. Есть другие люди, которые за него отвечают. А что с нами будет после 2018 года? Ну, в экономическом плане. В экономическом плане. Опять, к сожалению, вопрос и простой, и сложный. Простой, потому что это, можно сказать, это будет зависеть от цен на нефть. А сложный, а потому мы не знаем, какие будут цены на нефть. Потому что наша экономика сейчас настолько тесно связана с нефтяными ценами. Курс нашей валюты связан с нефтяными ценами. Доходы государственного бюджета с этим связаны. Очень много связано. А у нас, как вы знаете, экономика довольно сильно огосударственна. И, в общем, тоже это играет свою роль. И поскольку прогнозировать нефтяные цены бесполезно, только единственное, что можно сказать, что прежние лафы начала 2000-х годов явно не будет, потому что условия предложения сильно изменились. Но мы не знаем, что будет со спросом. Не знаем, как будет развиваться тот же Китай. Может быть, Индия вдруг возьмет и начнет бурно расти, и понадобится нефть. Тогда мы сможем. И мы будем расти приличными темпами, между прочим. Но предсказать нельзя. Предсказать нельзя это. Поэтому, понимаете, здесь хотелось бы нам всем, чтобы создался у нас инвестиционный климат, который позволил бы нам от этих цен на нефть не зависеть. Чтобы правила работали, чтобы они действовали, не отменялись, не пересматривались. Чтобы суды выполняли роль судов, а не отдела Следственного комитета по штамповке приговоров. Это же смешно, когда 99,9% всех приговоров обвинительны. Но не может быть такого. Просто не может. Это означает, что суд не работает. Он свою функцию не выполняет. А суды, это, к сожалению, очень важное дело для экономики. Я здесь не устаю цитировать нашего научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Григорьевича Ясина, который всегда на вопрос, что главное делать для экономики, он всегда отвечает, независимый суд. Независимый суд. Он прав. Вот на этом мы прервемся ненадолго. Я напомню, что мы сегодня разговариваем с Владимиром Сергеевичем Автономовым, доктором экономических наук, профессором, научным руководителем факультета экономических наук Высшей школы экономики. На пару минут уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир на 101.0 программы интервью. Мы сегодня разговариваем с доктором экономических наук, профессором, научным руководителем факультета экономических наук Высшей школы экономики, автором учебников Владимиром Сергеевичем Автономовым. Мы уже поговорили про экономическое будущее страны, про молодежь. И я вот тут нашла интересное высказывание Шувалова, которое он, кстати, сделал где? На Всемирном фестивале молодежи и студентов, который сейчас идет в Сочи. Он уже успел. Я пока не успел прочитать. Слушайте, там вообще что-то творится такое невероятное. Но если успеем, я тоже вас об этом спрошу. Ну так, собственно, вот, что он сказал. Я процитирую. Трудолюбивый россиянец высшим образованием к 2024 году должен стать счастливее американца. И это является главной целью экономического развития страны на ближайшие 6-7 лет. Вот так вот. Ну, остается только согласиться. Действительно хорошо, если наши россияне будут счастливее. А в чем счастье-то мы будем? Счастливее американца. Вы знаете, есть один из способов. Это, так сказать, ногами люди голосуют. Где им хорошо, туда они идут. Это называется эффективу. В экономике, значит, эффективность региона определяется тем, хочет там население оставаться или нет. Пока у нас, к сожалению, идет отток обратный в Америку. У меня вот дочь в Америке живет. И я знаю, что она там в очень большой российской диаспоре. Много там хороших, умных, толковых людей, которые работают в компьютерных компаниях, работают на Гугле. Который тоже наш, кстати, бывший гражданин создал. Это утечка мозгов в действии. Да, да, по крайней мере. Ну, вот, вы знаете, этот термин как-то перестал употребляться в последнее время. Утечка мозгов в брейн-дрейн. Когда-то был очень модный. Но теперь, мне кажется, страны поняли, что в этом есть некий... Что смысл. Не надо бороться с утечкой. Надо бороться за приток. Вот отпускаете вы человека действительно поучиться, набраться разума за границу в хороший университет. Создайте условия, ради бога, чтобы ему было интересно возвращаться назад. Ну, вот, дайте ему большую зарплату, как я уже говорил в первой части нашей программы. Иногда это связано с проблемами. Потому что, например, действующие преподаватели наши, которые могут быть не хуже этого преподавателя, получают нам на порядок меньше. Ну, вот, таким образом мы перспективных людей приглашаем к себе. И в итоге надеемся, что они останутся, и многие остаются, и становятся частью нашего коллектива. И мы уже видим, как мы успели продвинуться. Благодаря вот этим вот людям, в основном русским. Не только русским. Есть у нас турок, который стал вот уже постоянным профессором Левен Чилик. Они движут наш факультет вперед. Вот, то есть, мы решили этой аутической мозгов не бояться, а, наоборот, ей гордиться. Если наших выпускников берут сильные вузы, это, во-первых, прирост нашего престижа, прирост нашего авторитета. А, во-вторых, это не есть некий задел на будущее, и какая-то часть из них может вернуться в страну. А вот Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который сейчас проходит в Сочи, там 180 стран, огромная делегация от каждой страны, им разрабатывал форму известный российский дизайнер. Там Кабаева, Канделаки, всякие артисты иностранные, наши, Гондопас, Путин. Ну, там, в общем, что-то происходит совершенно невероятное. Я боюсь себе даже представить, сколько туда израсходовано бюджетных денег наших с вами на минуточку. Догадываюсь. О чём я хотела спросить? Зачем нам нужны вот такие мероприятия? Нужны ли они? Ну, нужны они, прежде всего, для какого-то исправления нашей репутации, скажем так. Нашей страны? Нашей страны. Потому что, ну вот, пусть Олимпиады в Сочи, которая сыграла на нашу репутацию, безусловно, положительную роль. Произошёл такой мощный процесс, когда нас перестали, нам перестали верить, перестали доверять. В общем, мы сделали для этого всё, что могли. Вот эта история с Украиной, с Донбассом, с Крымом, со всем прочим. Мы стали людям, субъектом, с которым не хочется иметь дело. Ему не верят. Ему не верят. И мне кажется, что, в принципе, идея этого фестиваля, она, ну, хороша, потому что пусть весь мир не судит по нашей стране только по нашим дипломатам, которые делают вид, что они, в общем, которые говорят одно, думают другое и так далее, и потом их на этом ловят. Ну, а пусть посмотрят на реальных наших людей. У нас очень много прекрасных молодых людей. Вот здесь, в Кирове, много. Я вот здесь не в Сочи, а в Кирове. Мне очень приятные впечатления от кировских ребят. Видно, что у них и будущее есть, и голова есть, и стремятся они жить как-то честно. Видно это по всему. И показать таких людей за границей, людям, приезжающим из-за границы, опять стало актуально. Это было когда-то актуально, в 58-м году, когда из железного зануса мы высунулись, привезли множество людей, и они тоже увидели, что мы, в общем, такие же люди. И сейчас, видимо, опять становится важным. Ну, мне кажется, неплохая идея. Хотя, конечно, там, не будем говорить про бюджетные ассигнования. Ясно, что там дорого. Я думаю, что там очень дорого. Или очень дорого, да. Ну, хотя бы так. А как еще можно исправить имидж России, кроме как проведением таких мероприятий? Ну, каких-то крупных международных, спортивных, общественно значимых мероприятий. Вот я, например, по своему опыту скажу, что очень сильно на имидж России влияет участие наших ученых, например, на научных конференциях. Когда приезжаешь на... Я часто бываю на международных конференциях. Когда слышишь умные доклады из нашей страны, вот это очень здорово действует. Очень здорово. Действительно, начинают относиться как-то иначе. Без подозрений, без предубеждений. Завод в какие-то совместные проекты. Вот это очень важно. И жалко, что как-то мало на это средств расходуется. Вот у нас вышка всегда... Забрать у студентов. У студентов жалко. Но вот у нас вышка всегда отличалась тем, что нашим преподавателям давалась возможность ездить на конференции международные. Ну, покажете, что у вас есть там доклад. Поезжайте. Я когда был деканом, и у меня был некий небольшой фонд факультета, я всех посылал. Кто с разумным каким-то докладом едет за границу, поезжайте, расскажите, послушайте других. Вот это ужасно важно. Студентов мы посылали на международные конференции. Всегда срабатывало. Всегда срабатывало. Вот контакты нужны. Нужно не замыкаться. Нужно эту самую новую стену не давать ее создать. А вот политика, да, отношение мира к России, отношение мира к Путину как-то влияет на отношение к российским ученым? Вы знаете, нет. То есть, если вы говорите по делу, то никто про Путина не вспомнит, и никто не вспомнит, что мы воюем на Украине, или что-то еще плохое делаем. Никто не вспомнит. То есть, тут уже играет то, что вы реально из себя представляете. А вот скажите, вы связываете вообще будущее нашей страны? Это и там, и 18-й год, и 24-й год, это сроки выборов президента. Вы связываете с Путиным, или вы ожидаете, что все-таки придет кто-то другой? Ну, конкретно на эти 6 лет, ну, наверное, с Путиным, да. Потому что я как-то реальных шансов не вижу, чтобы другие люди пришли и победили на этих выборах. Ну, хорошо бы, чтобы президент Путин в эти новые 6 лет вспомнил, с чего он начинал свою президентскую карьеру. Вот замечательные были первые 2000-е годы, была программа Грефа, была программа либерализации, была программа дебюрократизации бизнеса. Много было хорошего. Действительно были устранены многие препятствия на пути бизнеса, и не только. Конечно, нефть это главный фактор, но кое-что, и эти вот мероприятия тоже сыграли в том, что бизнес хорошо рос в начале 2000-х годов. А потом, к сожалению, силовая партия у нас стала более влиятельной. А силовики, они что умеют? Они запрещать умеют, они не пущать умеют, ограничивать и так далее. Это плохой союзник для экономического роста. Вот если бы президент Путин вернулся к своим, так сказать, идеалам своей юности, своего первого срока, я думаю, это было бы очень, для стороны, полезно. Но это вообще возможно? Не верится, честно говоря. Вот тот же Потапенко говорил, что, я сейчас попробую мысль эту сформулировать максимально точно, что система сейчас уже сама на себя давит. И если бы даже они хотели провести какую-то либерализацию, то сама система им этого сделать не даст, которую они выстроили. Надо только с ним согласиться, да. Даже если тот же Путин завтра захочет поменять правила на те, которые я сказал, ему могут просто не разрешить. Могут надавить, могут, я не знаю. Он же понимает, что он не один. Что там множество, так сказать, он тоже часть систем. Правда, а система выстроена так, что она... Ну, тогда могут помочь только, к сожалению, какие-то неприятные экономические вещи. Например? Ну, вот, например, сильное падение стоимости нефти. Вот, как мы помним, когда-то, когда началась перестройка, нефть стоила у нас 10 долларов за баррель. И вот это уже действительно, ну, не было денег вовсе, ни на что. И тогда просто пришлось проводить какие-то реформы. Понимаете, характер самого Путина и, в общем, людей, которые с ним, он, ну, действительно, консерватор. И менять он ничего, по сути дела, не любит и не будет. Пока нормально, пока еще как-то люди живут, ну, зачем менять? А вот если уже нельзя будет, тогда может что-то произойти. Может, правда, и в другую сторону произойти. И в хорошую, и не очень хорошую. Слушайте, давайте на чем-нибудь хорошем закончим. А то я вас слушаю, и мне прямо-таки хочется встать и переехать в какую-нибудь другую страну. Желательно прямо завтра. Да нет, вы знаете, я сам лично не собираюсь никуда переезжать. И думаю, что обществоведы найдут, что анализировать в ближайшие годы. То, что будет с нашей страной, то, что будет в ней происходить. Ну, давайте, вот что хорошего прямо сейчас есть, по вашему мнению, в нашей стране, в нашей экономике, в нашей культуре, ради чего стоит остаться? Последний вопрос, и мы заканчиваем. Спасибо, хорошего. Вот один вам ответ на ваш вопрос я уже дал. Вот те ребята, которые учатся. Я часто с ними имею дело в университете. В прошлом году я еще преподавал в лицее нашем, в Вышкинском. Меня ректор попросил наладить в лицее преподавание истории экономической мысли. Представляете, лицеистам, школьникам. И вот когда смотришь на этих школьников, на этих студентов, и видно, что это... Ну, можно на них надеяться? Можно. Они стремятся к хорошему, они стремятся к какому-то прогрессу, к росту. Они впитывают культуру. Когда им говоришь что-то, не относящееся к программе, они слушают еще внимательнее, чем то, что относится к программе. Вот такая вот любознательность. Мне кажется, ну, может быть, я не настолько хорошо знаю студентов других стран, но наши студенты очень хорошие. Очень хорошие. И мне кажется, что вот это их юношеский идеализм, может быть, это то, на что стоит надеяться. Нашему старшему поколению, ну, смирились мы, нам сказали, сидите тихо. Ну, мы и сидим тихо. А вот юное поколение, оно поднимается, оно протестует, оно хочет понять. Оно хочет понять. Пусть ему объяснят, куда его ведут и зачем. Не просто лозунгами и да здравствует. А как-то реально, логически убедить их. Вот со спросом, так сказать, нового поколения на достойную жизнь я и связываю свои надежды. Ну что же, давайте тогда на этом закончим. Я напомню, что разговаривали мы сегодня с доктором экономических наук, профессором, научным руководителем факультета экономических наук высшей школы экономики, членом-корреспондентом Российской Академии Наук Владимиром Сергеевичем Автономовым. Спасибо вам большое за этот эфир. Спасибо, Юлия. И я думаю, что в конце программы также напомним, что Владимир Сергеевич приехал в Киров по приглашению Кировского экономико-правового лицея, Вяткобанка, на лицейский экономический форум, который у нас уже закончился. Спасибо. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин